долгожданные какие обновления на тестируют свою вот эту вот новую рулетку которую можно будет покрутить а вот когда рулетка только вышла вот это да разумеется она будет знаете ли на сайте потому что ну это чтобы можно было рулетку покрутить чтобы чуваки такие которые выглядело просто как что-то вот такой знаете ужасный все тогда раз критиковали мол и то есть все тогда подумали что это вот та самая рулетка сам про п которая будет типа на сайте там везде новое видео выходит каждый день в 20.00 ролик сделан при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании этой неделе выдалась достаточно продуктивной для разработчиков в gta самовских проектов серверов вот все все от этого прочего чего нельзя сказать разумеется обо мне потому что ну вот вы знаете я хоть и обещаю постоянно выпустить видеоролик 20 00 то что много видео выходит в 20.00 но ничего подобного не происходит потому что ну вот опаздывают там то все 5 10 а все это почему потому что я начал знаете ли вырезать вздохи вот когда я только создал свой канал ролики вот выходили в 20.00 ровно только потому что вздохи не вырезались сейчас они вырезаются и поэтому вы знаете ролик опаздывает на час на 2 на 3 на 4 на 5 возможно часов именно поэтому все происходит вот как то так однако ладно сегодня мы говорим не обо мне потому что но обо мне еще можно много говорить я такой знаете человек с биографии в этой самой в этом самом в этих самых gta самовских вот этих вот всех ваших сферах серверах во всех прочих вещах и но в общем то это не важно потому что сегодня мы поговорим про обновление на сам прп вы знаете обновление на сам прп они практически Вот такие же долгожданные, как и обновления на Advanced Roleplay. И об Advanced Roleplay мы поговорим, кстати, в следующих видеороликах, потому что, ну, они там тоже много всего выпустили. Я даже не знаю, как вообще всё это сделать, уместить это всё в один видеоролик или сделать несколько видеороликов, там, рассказывая каждые вот это их новые фишки по отдельности, рассказывая, что вот они там сделали то, потом они сделали это, потом они вот устроили то, устроили это и вообще сделали вот как-то всё это вот таким вот подобным образом. Я не знаю, как это всё уместить в один видеоролик, тем не менее, но неважно, потому что SampRP выпустили, хотя ещё не выпустили, а они ещё только, знаете ли, тестируют свою вот эту вот новую рулетку, которую можно будет покрутить на сайте, вот подобно той системе, которая была на Arizona RP, ну, лет, наверное, я не знаю, ну, может, не то чтобы лет 5 назад, но, может, года 3 назад, 2, ну, в общем-то, около того, может быть, вообще 4. Я не помню, когда она вообще появилась, потом её с сайта перенесли в игру, чтобы там можно было покрутить, потом в игре она изменилась до такого состояния, что никто её даже крутить-то уже не хочет. А вот когда рулетка только вышла, вот это да, вот это время было, вот это я уже, знаете ли, помню, но неважно, потому что, ну, вот рулетка SampRP, вообще, что она из себя представляет? Ну, разумеется, она будет, знаете ли, на сайте, потому что, а почему я, если честно, не знаю, наверное, потому что они, знаете ли, хотят выпустить, возможно, личный кабинет на сайте, чтобы каждый человек, там, знаете, мог войти и вот посмотреть, там, допустим, какую-то свою статистику, сколько у вас там денег, сколько у вас там всех прочих вещей, и чтобы заодно, так сказать, смотивировать людей пользоваться личным кабинетом на сайте SampRP, чтобы оно, к тому же, вот, было, ну, это чтобы там можно было рулетку покрутить, чтобы чуваки такие, А зачем мне просто заходить в личный кабинет, если я могу еще и задонатить на эту самую рулетку, покрутить ее и как-то вот более с пользой провести все это время В целом, идея и задумка неплохая, помню, когда-то вот, то ли год назад, то ли два года назад, на SampRP тоже такая, знаете, была какая-то кастомная рулетка, которую сделал какой-то, то ли администратор, то ли еще какой-то, вот, знаете, игрок, вот, смотивированный всем этим, то есть, он сидел на стриме и крутил такую, знаете, самодельную рулетку, самопальную какую-то, Которая была, ну, которая выглядела просто как что-то вот такое, знаете, ужасное, все тогда разкритиковали, мол, слушайте, а вот как такое вообще можно было сделать, при том, что в новостных изданиях это все было в контексте того, что, мол, вот, на SampRP выходит рулетка, а там просто какое-то говно было, знаете, будто бы в памяти нарисовано И, то есть, все тогда подумали, что это вот та самая рулетка SampRP, которая будет, типа, на сайте, там, везде, а оказалось, что все намного, так, знаете, сложнее, и эту рулетку сделал человек просто, который вот был всем этим вдохновлен, потом вот эти вот все призы чувакам выдавали, там, те, кто в этой самой рулетке участвовал, в общем-то, тема была такая, знаете, сложная для понимания, но если ее понять, то ты, типа, такой, блядь, как же меня по-жесткому вообще обманули, как же меня наебали-то, блядь, вот так вот, я и не думал, что я могу вообще на такое повестись, И, ну, мне немного стыдно, да, тогда, в тот момент было, потому что я сделал видеоролик о том, что вот, мол, SampRP, вы че рулетку такую фиговую сделали, ну, как вообще такое можно было сделать, сижу там, критикую, как это обычно бывает, матерюсь, как это обычно полагается, разумеется, и, ну, вот, просто, а потом я смотрю на то, что вообще из себя представляет эта самая рулетка, и такой, типа, блядь, новостная GTA Sampовские издания, зачем вы так вот, я не знаю, выдрали все это из контекста, для чего, зачем вы все, вот, опозорить как-то SampRP, Потом я еще, знаете, сделал видеоролик на канал ZDS, то есть, тот видеоролик, по-моему, насколько я помню, выходил на канале с Дан Семен на английском, а вот ролик о том, что, мол, новостные издания, нахуй так делать, потому что это выходило в журнале Rockstar Bombit, насколько я помню, я даже ролик тогда еще сделал, мол, Rockstar Bombit, а за что вы ненавидите, ну, SampRP, почему вот такую дезинформацию-то посеяли? И тогда, разумеется, никто на все это не ответил, я такой, типа, а, ну, не ответили, и, в общем-то, ладно, в любом случае, будем ждать рулетку от SampRP, посмотрим, что у них там из всей этой задумки вообще их выйдет, что они там смогут сделать, что они там не смогут сделать, как это вообще все будет реализовано, ждем какие-нибудь обзоры от Сани Чумакова, потому что он постоянно, знаете, обозревает все вот эти вот вещи, которые выходят на SampRP, и получается это, ну, вроде как, неплохо. Я, кстати, играл на проекте Arizona Royale Play Phoenix, IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод Notoxic54, а также ссылочка на мой телекрам-канал, вот там-то, как бы, все это находится в описании, и, вот, заходите туда, узнавайте все вот эти вот, знаете ли, интересующую вас информацию, в общем-то, до свидания всем. Субтитры подогнал «Симон»